Все занимающиеся люди делятся на две категории. Первые хотят похудеть, другие хотят набрать, хотят накачаться. Причем и одни, и другие хотят сделать это по-быстрому. И если в случае с теми людьми, которые хотят снизить свой собственный вес, все понятно, они хотят себя лучше ощущать, хотят себя лучше чувствовать, выглядеть более сексуально, привлекательно и также себя ощущать, то в случае с теми, которые хотят набрать и усложнить себе жизнь, мне не все понятно. Уже доказано, что девочкам не нравятся эти перекачанные куски мяса и ни к чему хорошему лишний вес, избыточный не ведет. В Союзе еще давным-давно говорилось так, если мы толстеем, значит мы стареем. И вот даже если посмотреть на силачей прошлого, меня более всего воодушевляют Артур Саксон, Петр Крылов, Гаркин Шмидт, ЗАЗ, Сандер, Лурих, те, которые были при весе 83-85-90 кг, сухими, поджарными и очень сильными. Вот этот типаж людей мне очень нравится. И я хочу вам донести тот момент, что качаться это достаточно просто, точно так же, как и снижать вес, потому что все сводится к вот этой окружности. Мы слишком много пьем, мы слишком много едим, мы слишком много говорим. В случае разговоров и для тех, кто хотят похудеть, и для тех, кто хотят поправиться, все одинаково. В случае с едой и с питьем все строго наоборот. Одни недоедают, другие переедают. И если в случае с одними вопрос решается просто заклеиванием скотчем рта, то вопрос с другими решается просто употреблением большего количества еды. Но, собственно говоря, набирать вес, набирать качественно мышечной массой достаточно сложная задача. И растянутая во времени, и особенно растянутая во времени, и практически нереальная без использования фармакологических препаратов. Но если кому-то из вас, знаете, в детстве были такие моменты, ты хотел бы быть такой, как Шварц, либо там, такой, как Ван Дам, буквально вот сейчас, не думая. И ты начинал, да, нет, да, нет, кто-то резко отвечал, кто-то да, сразу отвечал. Я, да, всегда хотел быть такой, как Ван Дам, такой же подвижный, так же хорошо выглядеть и все остальное. Но всегда я задумывался по поводу того, хотел бы я быть таким, как Шварц, быть таким большим, таким здоровым. И это, наверное, неспроста. Сегодня я хочу вам предложить такую штуку, ребята. Вот сейчас я взвешиваюсь. Мой вес сейчас 83 800. Я без обуви, вот, 83 800. И я могу набрать вес, именно набрать, не накачаться, а набрать вес очень быстро. Одев вот такую приспособную, жилет. Этот жилет я сейчас модернизировал немного. Он у меня был с песком. Что-то там он сзади перекрутился, нехило. Диски заел. Он у меня был с песком. Теперь тут диски. Вот спереди диска 2 по 3 килограмма, а сзади 2, вверху 1 и сзади вверху 1 диск. Итого получается 6 дисков по 3 килограмма. Правильно, 4,4,6, да. И мой вес Сейчас составляет 102. Что-то такое не зафиксировалось. 102,5 килограмма. Ну, зафиксируйся. Чтобы показать. 102,5 килограмм. Поэтому, ребят. Я сейчас вот на себя одел. Я же говорил сразу оговорочкой. Это не мышечная масса сухая, которая набирается большим другом. Это тупо, считайте, я его как бы нажрал вес, который я не вработал. И что я хочу вам предложить? А хочу я вам предложить такой эксперимент. Я планирую в этом жилете провести один, а может быть и несколько дней. Ну, естественно, только буду спать нормально, без жилета, и мыться, чтобы позвоночник был целым. А все остальное время, от пробуждения до отхода ко сну, я хочу провести в этом жилете. При весе плюс практически 20 килограмм к моему собственному. То есть я вес сейчас больше сотки. И на своем примере хочу показать вам, как это тяжело, когда набирается резко вес. В таком жилете я могу и тренироваться, и ходить. И тем более на улице сейчас зима, одену куртку, и никто у меня особо и не обратит внимания. Хоть мне, честно говоря, по барабану, на общественное мнение, в плане того, кто что подумает. И это вы, наверное, заметили по реакции спокойной на всякие комментарии хейтеров. Но для вас и для себя мне очень интересно попробовать. Поэтому давайте. Кто меня поддержит в комментариях лайками и, собственно говоря, словами одобрения, для тех ребят я сделаю такой челлендж. Причем, наверное, те, которые идут по бронсону, тут занервничали. Почему я переключился? Да потому что я уже две недели назад бронсона закончил, уже поставил его публиковаться позже. И все тренировочные дни, все 28 дней вы увидите. Я дожал, и это было незабываемо. Это был просто офигенный период моей жизни. Сейчас уже на доске у меня появился стронгмен. Мы тоже к этой доске еще подойдем, разберем. Я тут расписал упражнения на отдельные мышечные группы, которые я буду выполнять для того, чтобы становиться сильнее. А пока вот такая небольшая замануха. Подержите, покажу вам целый день в этом жилете. Я его так или иначе проведу. Просто имеет ли смысл заморачиваться с камерой, таскать ее везде с собой, или записывать на телефон везде себя, будет ли вам это интересно или нет, напишите. А мне очень интересно, потому что вот сейчас я уже почувствовал вес. И плюс 20, это нехило сказывается. В общем, от слов к делу. Давайте, поддержите, будет продолжение. Не поддержите, я сам это сделаю, просто вам потом как-нибудь расскажу об этом эксперименте. Вот такой вызов на сегодня, ребята. Пока-пока.